я ваш канал смотрю кстати привет молодец очень очень приятно вас видеть как тебе обращаться меня зовут никита я с киева но сейчас живу в италии связи с я понял никита вопросы какие то может есть интересно да я как как я знаю вы разбираетесь больше в периоде именно второй мировой войны или вообще во все времена это невозможно разбираться во всех временах я понимаю яшняя энциклопедия что я понимаю конечно что вас интересует какой вопрос вот литературку подкинул чтобы разога посоветуйте кстати ну так вы задайте вопрос тогда выясни вот я читал недавно книгу про крым вид протистояния до приеднания не помню автора такая синяя скоропадский крым да 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 еще я читал книжку и как там называется развивание фактов другое святое шестеро мифы другое святое шестеро да 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 маленькая черная карна книжка гарный у вас видов да да я ось просто зайшов на сайт подивився про историю вот ци сподобались ось я дивился книжку хочу замовити чи почитать десь онлайн називаются гитлер и сталин якийсь там лоуренс риз да да или нет нет может идти почитать если вы не читали ничего на эту тему попередню то вона зайдет вам она очень популярно написано просто нормально я понял что сейчас таки спитати у вас я просто удивлен я уже я навчаюся в Италии в девятом классе а по нашему теж девятому ну да заканчивайте девятий класс ну уже закинчу так перехожу в десятку ну я розумів цікавлюся історией дуже подобаються особливо я ваш канал дивлюся тільки ваш дякую книжки гарні вы читаете правильные книжки дякую якщо немає якісь питань я пішов далі добре тоді вам удачі удачі Никіто ой 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 что-то не нравится а привет здравствуйте привет 18 лет есть нет пока привет меня зовут виталий как вам обращаться Андрей Васильович слушаю вас Андрей Васильович в чём хотите пообщаться ну вы же Украину выбирали или нет ну да ну так вы с какой целью это делали так узнать как наши соседи там поживают воюют с вами надо разузнать воюют как у них там вы откуда скина киевская область а вы откуда ну а как же ну либо вы задаёте вопросы либо я задаю вопросы или мы будем смотреть один на другого и я по истории с людьми общаюсь нет 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 давайте по истории давайте какую вы последнюю книжечку по истории читали кроме учебника и художественной попробуем от этого стартануть никакую никакую не получится по истории не 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 подождите а вы как ну вот могу даже показать что это ну-ка покажите так сюда взгляните да я не вижу ничего взгляните сюда да всё вы видите не рассказывать Казацкий Марс Казацкий Марс Казацкий Марс а кто это написал кандидат исторических наук доцент киевского университета имени Шевченко Алексей Сакирко специалист по милитарной истории что он там написал много чего написал написал о как создавались вооружённые силы начиная от Богдана Хмельницкого и заканчивая Алексеем Разумовским то по Украине написал ну да как создавались вооружённые силы ну да это историческая книга это монография вы имеете представление что такое монография нет понял ну бывает то есть он написал как в Украине создавались эти самые войска эти самые войска в Украине 17-18 лет ну расскажите ну Украину же Ленин придумал а войска были оказывается до того как Ленин придумал продекларировать можете хотя бы немножко так быстренько продекларировать книжечку я вам сказал становление вооружённых сил войска Запорожского это украинское государство я же отвечаю я же отвечаю Васильич да ну а вы в это время меня перебиваете некультурно Васильич хорошо и когда они станции оставились какого года кто войска вооружённые силы создавались Богданом Хмельницким начиная с 1649 года опирался он при этом на казачи а до этого не было я же смотри Васильич тебе отвечаю и ты опять меня перебиваешь опять некультурно поступаешь Васильич так я не пойму они так я ж тупой ты значит если ты не поймёшь я тебе пытаюсь ответить ты меня каждый раз перебиваешь и говоришь я понятия ну давай давай отвечай хорошо давай ты же слушай до конца мою речь плавную красивую всё 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 буду молчать казачество создавалось с конца 18 18 15 века первые упоминания о казачестве 1400 89 либо 1492 год и вот опираясь на казачество запорожское Богдан Хмельницкий создавал свое войско плюс крестьянство плюс шляхта которая его поддержала и эти войска стали создаваться с 1649 года и существовали по 1764 год по Кириллу Разумовского потому что было такое государство войско запорожское да Васильич я вообще даже не спорю об этом вообще только согласен было бы смешно чтобы ты со мной спорил Васильич ты же ни одной книжки не почитал нет так я не понял а в чем тут противоречия да вообще нету противоречия ну и что создавались войска и вот человек описал этот сложный процесс представляешь сколько он тут накопал согласен согласен кстати можно почитать да интересно ну вряд ли его ее найдет ну и что это вся книга как создавалась вот эти казачьи войска да как создавались как функционировало какие проблемы украины это не вся история Украины это военная история Украины ну да с 17 это мы вот вы говорите мы будем говорить с вами об истории вот вы прочитали о казачестве как оно создавалось правильно вооруженные войска как создавались вооруженные силы Богданов-Хмельницкий ну силы да какая разница ну большая разница если вы не понимаете казачьи создавалась в конце 15-го еще века а это уже 200 лет прошло как оно существовало а я вам могу больше сказать казачество оно было по всей Руси было сибирское казачество тоже самое ух ты ух ты представляете даже в Сибири казачество было даже через utter будешь не так я не против было донское казачество кубанское казачество Черноморье кубанское для уральского уральского и так д père да 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 конечно Казачество ваше, русское казачество. У нас свое казачество, украинское, Василий. А как там было распределить, что свое? Там же тогда границ-то толком не было. А все это была Русь. Не было Русь. Новосибирск, Русь. Где? Василий, ты ж путаешь что-то. У тебя границы Руси начинаются откуда? На Западе или на Востоке? Откуда? Я у тебя спрашиваю. Если для тебя Новосибирск это Русь, то я, наверное, Папа Римский. Я тебе говорю, тоже Запорожье. Все это было одно единое государство. Запорожье не было единым государством. Запорожье это было вне государства. Я тебя огорчу, Василий. Запорожье создавалось. Я тебя объясняю. Пытаешь, Василий, объясняю. Запорожье это низовье Днепра. Туда не распространялась власть ни Литвы, ни Польши, ни Крымского ханства. Отчет. Это были ничейные территории, где государство не контролировало эти территории. Именно на этих территориях создавалось Запорожье казахстан, Василий. От этого не знал. Как это ничьё было? Ну вот так это. Не доходили туда военизированные отряды. Не доходили туда военизированные отряды ни Крымского ханства, ни Великого княжества литовского, не говоря уже о московском царстве, которые были далековато от этих. Ну они кто-то-то были? Кто? Запорожье казахи были они были. Сами по себе? Да. Вообще никому не принадлежали? Нет. Они себя считали независимой территорией. Они могли служить тем, кто больше платит. Было дело. Пока ну и было, да. Потом все объединили. Я знаю, ты специалист по этому поводу, ты считал много. Нет, ты знаешь, как это? Мы все учились понемногу. Так это ж я вижу, да. Только твоё представление понемногу, совсем понемногу. Не, ну я хочу сказать, и ты не историк, мама не горюй. Да, конечно, я не историк, мама не горюй. Хорошо, нет. Ага, смотри. Так нахватался где-то чего-то. Вот это знаешь, как называется? Не, они... Ты сбоку держишь, сюда чуть подвей. Не, сюда, бог. Во, вот вижу диплом. Диплом. Какого он цвета? Диплом. Красного. Красного. Смотри, там на украинском, на русском языке, я тебе на русском покажу. Что написано? Ну я-то мне прочитать. Ну я тебе прочитаю. Диплом с отличием, понимаешь? Это вот историк я. И что? Да. Не, ничего, я просто историк. А тебе кажется, что я нахватался? Ну пусть будет и так. Не, а мне, кстати, он дал. Я нахватался. А лет пять хватал, хватал. Не, может быть, может быть. Я же не буду спорить. Смотри. Нет. Вот мне по моему мнению, вот кажется, вот так как ты преподносишь историю, да? Вот лично. Скорее расскажи мне свое мнение. Скорее расскажи мне свое мнение, а то мне... Это же мое мнение. Конечно, я же не... Скорее расскажи мне свое мнение, а то мне не на что плевать. Ну вот я, допустим, еще пока ничего не услышал такого исторического и грамотного. Василич, ну это ты так думаешь. Василич, скорее скажи свое мнение, а то мне не на что плевать. Значит, ты так преподносишь. Ой, извини, пожалуйста, я не удовлетворил тебя. Да. Плохо тебе преподнес. Нет, нет, преподаватель истории. Тебе надо на блюдечке с золотой каемочкой преподнести. Разжевать. Я не историк, да. А я историк. Я пытаюсь тебе объяснить, но ты не понимаешь. Наверное, моя вина. А ты мне ничего не объяснил. Я понял. Еще раз объясняю. Еще раз объясняю, Василич. Запорожское казачество возникло во второй половине в конце 15 века. На землях, которые, Василич, не были подконтрольны никакому государству. Ни Великому княжеству литовскому, ни Королевству польскому, ни Речи Посполитой. Что тебе непонятно, Василич, в этих предложениях? Скажи мне, пожалуйста. Смотри. Да. Смотри. Я хочу провериться как историк. Да не надо меня проверять как историка. Кто ты такой, чтобы проверять меня как историка? Ты мне можешь доверять, а можешь не доверять. Если ты мне не доверяешь, Василич, мы с тобой сейчас распрощаемся, Василич. Понимаешь? Не хочешь доверять? До свидания. Доверяешь или нет? Или будешь проверять? Как я могу доверять? Ну, нету, значит, до свидания, Василич Шуруй лесом. За ОБХССом. Не понимаю ничего. Ну, так а что же мне терделать, как ты ничего не понимаешь? А мнение твое, мне глубоко плевать на твое мнение. И плевал я с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Ну, приблизительно, Высоцкий же, почему умничка в свое время был? Потому что настолько гениальных фраз набросал, что они долго еще будут гениальными. Куча вопросов вам есть. Ко мне? Да. Как вам обращаться, чтобы я отвечал? Артем, меня зовут. Я с России. Слушаю вас, Артем. Слушайте, у меня был вопрос, исторический, их несколько, на самом деле. Во-первых, период руина в Украине меня интересует, что там происходило. Потому что в интернете пишут, что это гражданская война, якобы, в Украине. А при этом, как я понял, на территории Украины просто решали свои вопросы Швеция, Россия, еще кто-то. Османская империя, Речь Посполитая. Решали вопросы. Московское царство. Это одновременно и гражданская война, потому что шла борьба за власть внутри войска Запорожского. И каждый из гетьманов пытался опереться на то ли на Московское царство, то ли на Османскую империю, то ли на Речь Посполитую. Поэтому это и то, и другое, и третье. Порекомендую вам Татьяну Таирову Яковлеву. Это доктор исторических наук российских. У нее есть монография по периоду руины. Можете почитать. Более подруга. Казахский период. У нее там есть все. Наберите в Википедии Татьяну Таирову Яковлеву. И там будет ссылочки на ее книжечки. Так, еще вопрос по России. В России вот период, когда революция получается случилась, когда было временное правительство. Как вообще оно перестало существовать? Временное правительство? Да. Просто из ниоткуда пришли к мунистерству. В результате переворота, да. Какая-то ниоткуда. Что значит ниоткуда? Они же как-то получили власть в этом временном правительстве. Нет, они не получили власть. Они оцепили здание, где соседало временное правительство, арестовало всех членов, которые на тот момент там были. Кроме Керенского. Керенский успел убежать в американское посольство. Ну, глава правительства. Вооруженный переворот, элементарный вооруженный переворот. Но очень удачный. Быстро князь Князь Львов был главой с февраля где-то по июнь или по июль, я там путаюсь, а потом Керенский. А им нечем было ответить, у них не было вооруженных сил каких-то... Вооруженные это силы были, но они-то были на фронте. А Петроград, я вам напомню, это большой промышленный город. И рабочие в основном, и матросы Кронштадта, они поддержали этот большевистский матеш. Поэтому как бы жандармерия, на которую опирался временное правительство, ну полиция, жандармы и так дальше, они оказались в меньшинстве. Потому что большевики захватили основные командные высоты в этот самый мосты разводные, телеграф, зимний дворец, где заседало правительство. Очень быстро, это же подготовлено, люди к этому готовились несколько дней во главе с Троцким, военно-революционный комитет все это разрабатывал. А Троцкий был не дурак. Правда, оказался, там же все остальные коммунисты. Ну, не все коммунисты оказался. Его убили такие же коммунисты, как и он. Ну да. Рауль Меркадер. Там Сикейрос или кто его пытался убить? Первый раз он же тоже коммунист, этот мексиканский художник. О, еще, кстати, вспомню, вот очень пробую, но пока не дочитал монографию, скажу, кого. Довольно интересно. Разведка Кремль сюда платовал. Судоплатов это же мемуары. Да, да, да. Наверное, интересно. Я, правда, не считал Судоплатова. Ну, очень интересно, это же человек, который убил, кого, напомните? Судоплатов? Кого-то из головы. Судоплатов убил Евгения Коновальца, насколько я помню. Да. И вот что интересно, что, просто интересен тот факт, во-первых, Судоплатов из украинского города родом. Даже Троцкий родом из Украины. Я вас удивлю. А, да. Нет, я о том, что, получается, появились украинские националисты, когда Судоплатов было, вот, по его мемуарам, лет семь или восемь, Коновальц уже как бы был головой. И просто он как будто бы попал в такую компанию с самого детства, что он там сначала по радиосвязи, там, до 14 лет, что-то уже на фронте, как бы, ну, и на фронте, на войне, получается, находился. И вот вырос под всем этим антинационалистическим влиянием. что тут удивительно? Ну, удивительно просто, что, как будто вы тоже его сограждане. это не его сограждане, это его по этническому происхождению близкие люди. Но этнически близкие люди в политическом плане делятся ой, как сильно. Ну, до войны доводить дело такое. До какой войны? Что вы имеете в виду? Ну, до убийства друг друга, близких этнических людей. Да что ж тут такого странного? Плохо, плохо. А, ну, плохо. Это не странно, если у нас 15 века, а если у нас современность, то уже как будто странно заниматься. Так у вас оно действительно 15 век, Андрей, Артем. Ваше общество живет в состоянии, в лучшем случае, 16 века. Ну, да. Так случилось, когда это закончится. Так исторически сложилось. Ну, не знаю насчет исторических. Вот так я знаю. Если только учитывать последние лет 70, что просто у людей в головах каша. А при Николае Втором каши не было в головах? Ну, там были какие-то войны друг с другом. При Николае Втором была Первая мировая война, где славянец убивали славян. А потом гражданская, где русские убивали русских и всех остальных. Ну, да, вообще. Поэтому как бы не надо думать, что последние 70 лет там каша в головах. Там последние лет 400 каша каша в головах. Короче, не виноваты так исторически сложилось. Да, исторически сложилось и просто виноваты в том, что не хотите это осознать и сделать правильные выводы. Ну, кто-то хочет. А у кого-то священная война в головах. А у кого-то 17 век в голове, Ладно. Всех благ вам. До свидания. Давай. Артемчик. Якийся явно подписчик же мій, что знает меня, потому что сразу вопросы у него были. Спореденность этносов еще никогда не заважало резать один одного. Бо люди ризают себе подлинных абсолютно разными причинами политическими и этническими каких-то причин немае, если у них в голове, конечно, 16 век, как у некоторых в головах.